Иду по тропинке, никому не мешаю. Хлопс, забор. Ну, как говорит Варламов, у нас любят заборы. Заброшенное какое-то здание. Блин, просто капец. Центр Адлера. Ну ладно. Ребята, всем привет. Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если ты еще этого не дел. И сегодня я вас приглашаю в интереснейший выпуск. Я надеюсь, он будет интересным. Но вы поддерживаете выпуск лайком, репостами и пишите свои комментарии, помогайте в продвижении канала. Я сегодня приехал в Адлер. Самое, что интересное, что сегодня по погоде должно быть солнышко, моросит дождик. Причем такой нехиленький. Я вот сейчас нахожусь вот в такой сосновой роще. Спрятался от дождя. Но это не помешает нам совершить очень сегодня интереснейшую прогулку. Сегодня в этом выпуске я вам покажу коралловый риф, покажу дельфинарий, покажу океанариум его территорию. Пройдемся по туристической набережной, которая буквально месяц назад была такая мертвая. Там как будто случился апокалипсис. Посмотрим пляжи. Посмотрим пляж Дельфин. Посмотрим, как там идет обстановка. Возможно, немножко захватим пляж Чкаловский. И все это в этом выпуске. Поэтому не переключайтесь. Будет очень интересно. Погнали! Итак, как я уже сказал, я нахожусь возле интереснейшей локации. Такой теневой сквер из сосен. Если это не сосны, поправьте в комментарии. Ну, короче, какие-то елочные деревья. И это все находится как раз возле кораллового рифа. Я относительно недавно узнал про эту локацию. Поэтому, думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на это место. Смотрите, тут территория. Вот этот отель, либо пансионат. Он как раз и называется Коралл. Там есть детская площадка для занятия спортом. Площадка. Сейчас пройдемся. Я вам покажу. Пока давайте зациклюсь на вот этом коралловом рифе. Интересная локация. Смотрится, конечно, очень красиво. Посмотрите, здесь так все выложено такой плиточкой бассейной. Видите, как все красиво-красиво. Зеленая такая территория. Такой большой коралловый риф. Самое интересное, что находится за ним. Сейчас вам тоже покажу. Здесь, видимо, когда идет дождик сильный, собираются лужи. Но в целом тут можно с ребятишками прийти погулять. Высота, конечно, большая. А кто в курсе, почему здесь установили вот такой коралловый риф, в честь чего, в честь кого и зачем, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Так, вот так сейчас мы перепрыгнем. Кстати, здесь в дождливую погоду вот эта плитка очень-очень скользкая. Так, вот так это смотрится. Шикарно, конечно. А за ним мы видим динозавров. И это парк динозавров. И судя по внешнему виду, что динозавры стоят под открытым небом, в растительности, я думаю, что это лучший парк. Называется он Затерянный мир. Просто дело в том, что сколько мы ходили здесь в парке динозавров, они все какие-то не очень. А вот этот, мне кажется, интересный. Посмотрите, здесь такие кипарисы. И коралловый риф. Гляньте, как классно смотрится. Здесь можно прогуляться по вот таким улочкам. Теневая зона просто бомбическая. Вот летом, когда светит солнце, то, конечно, сюда можно пригнать с детками и поиграть. То есть это все вот находится возле вот этого замечательного кораллового рифа. А мы с вами сейчас отправляемся дальше. Отправляемся в наше такое путешествие по Адлеру. Я точно знаю, что выпуски вам эти нравятся. Они получаются действительно классные. Вы можете сориентироваться, где вам отдыхать. И вообще там для себя кто-то решит, стоит ли вообще ехать в Адлер. Вот эта площадка, про которую я вам говорил. Здесь вот занимаются ребята. Также есть и детская площадка. Вот, то есть кто здесь будет, можете заскочить, позаниматься спортом. Ну и детишки побегают, поиграют. Есть зона отдыха и для взрослых. Лавочки с одной стороны. Лавочки с другой стороны. Все очень чистенько, аккуратно. В мусорочках даже есть пакетики. А вот это то ли санаторий, то ли пансионат. Вот так он выглядит. Весь от флаги. Есть вот тут вот проход к морю. Вот, и к туристической набережной. Но мы пойдем чуть-чуть по-другому. Я хочу вам показать чуть другие места. Но мы потом вернемся с вами на эту набережную только с другого прохода. А здесь идет какая-то грандиозная застройка. Что-то тут строится. Для машин въезд запрещен. Но нам это и не надо. Я машину бросил в другом месте. Надеюсь, нас не эвакуируют. А если эвакуируют, не дай бог, то у нас получится еще один выпуск. Как забрать машину с этой с эвакуационной парковки. Так, вот тут еще один сквер, да, продолжается. Стройка. Здесь, видимо, строят какой-то отельчик. И далее мы с вами попадаем на такую улочку. Она уже туристическая. Есть уже указатель пляж. Так, давайте я вот так остановлюсь. Вот, видите, синий указатель. И таких указателей, короче, очень много. Так. Можно пойти направо. Там будет центральная улица Ленина. А я хочу вместе с вами пройтись по туристическим таким местам. Чтоб вы тоже могли уже увидеть, как это все выглядит. Вот, говорю, буквально месяц назад тут не работало ничего. Все было закрыто ролетами. Сейчас все функционирует. И я, кстати, вам сейчас покажу. Я нашел точку с самой дешевой клубникой. Представляете? Которая стоит, по-моему, 180 рублей. То есть, везде она там 350. 300 на центральном адлерском рынке 250. А тут вообще там 180. Сейчас покажу. Вот она уже впереди виднеется. Кстати, вот поставили палатки, туалет. 20 рублей туалет стоит. Это дешевле, чем везде. Обычно 30. Вот такие вот дела. Какой-то нелепый ангар. Ну да ладно. И вот она, палатка с клубникой. Смотрите, 180 рублей. Вкусная у вас клубничка? А че клубник у вас? На бур. А че клубника? Не снимай долго. Почему? Не снимай, потом. Так, мужик попросил не снимать. Ну ладно, не будем. Преснодарская клубника, представляете? Вот. На обратном пути обязательно зайду, куплю и вам расскажу, вкусно ли она. Поэтому не переключайтесь, еще и клубничку поедим. А вы будете знать, где покупать. То есть, в конце выпуска дам вам рекомендацию. А вот она пошла, туристическая улица. Называется она, я забыл как. Короче, здесь сейчас будет, вот вставочка всплывет. Как называется эта улица. Здесь есть проходы на пляж. Здесь вот вы можете увидеть уже вывеску Адлерский дельфинарий. Сейчас мы тоже туда придем, посмотрим. Здесь месяц назад вообще все было закрыто. Вот так вот все было заколочено ролетами. А сейчас вот прям вот такая красота. Даже кафешки заработали. Вот этот вот русский уголок тоже уже работает. И прямо это же здорово. То есть, тут тоже готовы 1 мая встречать гостей. Магазинчики, все функционируют. Это все заработало. Вот такая тут обстановка. Тут был указатель и проход вот тут вот на пляж известия. И вот он вход в Адлерский дельфинарий. Давайте попробуем зайдем. Покажу вам, что там есть. Так, цирк морских животных. Ставьте на паузу, читайте. Ну, тут особо и ничего пока нет. Видите, даже вот это все не функционирует. Касса. Даже очередей нету. Но вот в сочинском, как он, океанариуме очередь сейчас будет большая. Я вам покажу. Что, посмотрите, какая дальше атмосфера. Все заработало. Буквально каждая палатка. Все функционирует. Это же прям... Это же прям хорошо. Месяц назад вообще здесь не было ни души. Посмотрите этот выпуск. Я прикреплю сейчас ссылочку. Просто так гляньте для себя, для сравнения. Может быть, кому-то эта информация будет очень полезна. Кто решит приехать, например, перезимовать. Если хочет вообще в таком каком-то спокойствии жить зимой, то назначена эта часть Адлера. Спортивный комплекс. Юность называется тоже. Здесь идут работы. Улучшают. Значит, к лету здесь будет вообще прям очень-очень интересная история. Так, ну а тут просто магазинчики, всякие булочки. Ну, короче, как обычно, да. Все, как любят туристы. Все в этой концепции проходит. Есть указатель на пляж. Вот он, указатель. И туда уходит дорога на пляж. И здесь туристический проход. Я как раз там оставил машину. Как лайфхак, да, возле автосалона ГАЗ можно оставлять тачку. Там бесплатная парковка. Главное, не под знаком ставьте. Так, и проходим с вами на пляж. Давайте посмотрим, какие там дела. Какая вам обстановка и как там готовится к сезону. Столовая заработала. Ну, класс. Две палатки тоже заработали из шести, получается. Ну, ребята тоже молодцы. Такс. Тут ворота даже открыли, значит, готовы встречать гостей. Это, кстати, пляжная линия находится возле железнодорожных путей. Вот они, пути идут, закрыты вот таким вот профнастилом. Так. И вот он, проход на пляж-причал. Называется пляж-причал. Запоминайте. Так, здесь, видимо, что-то сливается в морюшко. У нас стоят катамараны. И мы с вами впадаем на пляж-причал. На котором работает трактор. Вот так вот увеличивают пляжную береговую линию. Вот такая тут обстановочка, ребята. Так, ну а мы с вами давайте и пойдем дальше. Углубимся вон туда, океанариум и его сквер. А потом уже пройдем на те пляжи. Посмотрим там. Так, мы вернулись с вами, значит, на вот эту улицу. Здесь вы можете заметить, что много чего заработало. Не помню единственное, что работал или не работал перекресток. Ну, скорее всего, работало. Так, сейчас полил дождик. И людей как бы сдуло. Но я здесь уже проходил. Много было людей, конечно. Все испугались дождика. И все убежали. Прям хотел вам, конечно, передать эту атмосферу, как здесь начали все гулять. Видимо, все забежали в магазин от дождя. Ну да, неприятно гулять дождик. Но нам, как всегда, это не мешает. Нам нужно обозревать и показывать. Мы вот-вот уже подошли к скверу Океанариума. Он у нас как раз находится с правой стороны. Так, сейчас пропустим машину. То есть можно пойти направо и как раз попасть в этот сквер. Можно пройтись прямо и попасть на пляж Дельфин. Давайте это сейчас с вами сделаем. Пройдемся на пляж Дельфин. Потом мы с вами вернемся на эту улицу. Пойдем прямо как раз уже непосредственно в сквер возле Океанариума. И покажу вам непосредственно сам Океанариум. Ну, снаружи, а не снутри. Так, здесь такая табличка есть сверху, да? Летом, я думаю, будет работать, показывать температуру. И, кстати, вот он, чихпых-чихпых. То есть, да, кто выберет пляжи эти для отдыха, то нужно будет смириться с тем, что будет постоянный чихпых-чихпых. Здесь идет стройка уже полным ходом, видите? Такие магазинчики открываются. На стилы ложатся свежие опилки. И мы с вами попадаем на этот пляж. Вот такая атмосферка тут. Строят бунгалы. Свеженькие. Все обновляют. Не знаю, будут ли красить вот эти мосты, пирсы, волнорезы. И вот с этой стороны вот такая вот атмосфера. Тоже здесь уже все открыли. Раньше здесь было просто все заколочено. Видно, что прошлась техника. Эти пляжи, хоть на мне не нравятся из-за волнорезов, но, по крайней мере, они очень комфортные для отдыха. Потому что тут родная галька. И ходить по этой гальке очень приятно. Как в обуви, так и босиком. Моречко, гляньте, какое. В принципе, чистое для этих мест. Но я знаете, что хочу? Я хочу забраться на волнорез. Давайте мы с вами сейчас так и сделаем, да? Людей мало. Классно. Классно, потому что вот сейчас пошел дождик, и все куда-то разбежались. Ну и ладно. Значит, мы будем просто с вами смотреть, как тут дела. Да, водичка вроде чистая. Так, давайте с вами забираться на волнорез. Сейчас они здесь короткие, не такие длинные, как, например, в других местах. Так, главное не подскользнуться. Видите, здесь уже мокро и скользко, потому что водоросли. Блин, как же уже хочется купаться. О-о-о-о, смотрите, как скользко. Дальше не пойдем. Ну, в принципе, осталось немного, но тем не менее. Вода. Ну, плавают, видимо, от шторма всякие деревяшки, палочки, немножко медуз. В целом, вот такая вот тут обстановка. Вот за вот этим кирсом начинается пляж Чкаловский, большущий пляж, пансионат или что это? Вот это отель Фрегат. Вот такая тут, друзья, обстановочка. Ну что, мы с вами, значит, вернулись. И сейчас еще немножко пройдем по этой туристической улице, которая скоро закипит такой жизнью, когда все приедут, будут здесь ходить, гулять, отдыхать. А пока еще немножко тишины. Это называется затища перед бурей, наверное. Так, виден уже указатель на бассейн. Вот она, синяя вывеска кафе. Кафе Фрегат тут. Короче, все Фрегат. Все называется Фрегат. Вот. Да, это, кстати, вот пансионат. Как раз вот на вывеске я и прочитал. Три звезды. Кому может быть интересно здесь останавливаться. Вот, смотрите, пляж я вам показал. Проход на пляж я вам тоже показал. Что здесь есть для туристов, я вам тоже показал. А вот здесь, наверное, прямо на крыше басик будет. Что, ребята, возле входа в этот пансионат, с правой стороны как раз и начинается вот этот красивый, очень красивый сквер, по которому вы можете погулять и, я не знаю, зарядиться этой атмосферой. Посмотрите, как тут красиво. Все в соснах, в кипарисах. Есть, конечно же, пальмочки, улочки. Все очень-очень ухожено. Вечернее время, да, вы можете заметить, что все, конечно же, подсвечивается. Здесь стоят вот такие прожектора. Наверное, по традиции они светят зеленым цветом. Ни разу здесь в вечернее время не гулял. Смотрите, какая красотища. Да, кайф. Вот в Амеретинке, конечно, не хватает вот таких вот зеленых зон, таких вот скверов, чтобы можно было тоже пройтись и погулять. Здесь очень много тропинок, да. Одна туда уходит, сюда, тропинка туда уходит, сюда можно пойти. И как раз, если сюда пойдете, да, вы как раз выходите к пляжу. Блин, ну, конечно, вот это вот, это вообще не дело. Ребята, прекратите мусорить, прекратите гадить. Ну, а если какая-нибудь управляющая компания смотрит, то, ну, я не знаю, надо же убраться. Это же, короче, жесть. Смотрите, везде, во всем кустам гуляется мусор, банки пивные. Блин, да вы чё? Слышите, короче, никто ничего не убирает. Не-не-не-не, так нельзя, ребят, обязательно наведите порядок перед приездом. Это будет очень неприятно гулять, когда, блин, люди приедут и будут гулять в такой некой истории под названием помойка. Это же, ну, это же неправильно. Так, люди, видите, спрятались под елки, под гипарисы, потому что дождь его моростит. Так, и вот мы с вами попадаем уже на такую локацию. Интересно, я сам сегодня первый раз увидел. Для детей шикарная штука. Выглядит, конечно, всё печально, да, то есть, ну, всё облуплено, да, так же, как и на коралловом рифе, но, тем не менее, с детворой здесь побегать по кайфу. Я думаю, что летом лужа высохнет, и здесь прям будет интересно. Сейчас пройдёмся ещё туда, посмотрим, там что за игровая площадка. А вот мы с вами уже и находимся как раз возле океанариума. Он ещё имеет английское название. Так, а где очередь? Я вам обещал очередь показать, а её, представляете, нету. Видимо, тут, наверное, как-то по сеансам. Я когда шёл, когда только приехал, тут прям очередина такая была, длиннющая-длиннющая. А сейчас, вот видите, так интересно всё дело рассосалось. Ну и хорошо. Значит, не всегда можно попасть в очередь, получается, значит, какими-то моментами. Здесь, конечно же, сразу же есть мороженое, пирожные. Он ещё имеет, да, вот это английское название. Сочи Discovery, Vault Aquarium. Вот так вот. Траву выстрегли. Пахнет так травой. Если, конечно, здесь бы ещё навели такой дельный порядок, всё зашпаклевали, зашкурили, да, покрасили, цены бы не было. Плиточку бы нормальную выложили. Вот почему в старом Адлере вот такой подход? В целом, очень красивая локация. Согласны со мной? Как вам? Напишите в комментариях. Только вы вот представьте, что если бы вот это вот всё, да, если бы вот это бы всё взять и покрасить. Представляете, как красиво это будет выглядеть. Так, брусчаточку положить, плиточку, и будет вообще великолепно. Мостики эти сделать, детей, кто набегавелов, ну классно же. А так получается вот как-то так. Давайте поднимемся. Надеюсь, ничего так не рухнет. Посмотрим, как всё сверху. Да, детская площадка тоже Советского Союза, наверное. Да уж. Ладно, пойдёмте дальше. Так, ребята, значит, океанариум оставляем позади и начинаем двигаться с вами по такому скверу, по продолжению скверу. Вот, кстати, реклама этого затерянного мира, то, что я вам показывал, да, парк. А вот, в принципе, вся территория. Можете поставить на паузу, посмотреть, как и что здесь вообще выглядит. Покажу вам этот сквер ещё. Пройдёмся, посмотрите. Есть с левой стороны какая-то заброшка. Не знаю, что это за здание, но оно заброшенное. Видите? Такое достаточно большое, и там не ведутся никакие работы. Тихо, спокойно. Ну, единственное, что мусорно, да, я вам уже это показал. Вообще не мусорьте, внесите какую-нибудь бумажку до урна. Это несложно. А в администрации, которая там получает денежки даже за вход в океанариум, ну, лишь лежащая территория, ну, как так-то, блин, ну, вообще капец. Как будто здесь, знаете, как в этой, как в Москве лежали сугробы снега, снег весной растаял, и вот так вот, тадам, вот такие всякие салфетки. Ладно, не будем о грустном. Смотрите, какие тут кипарисы. Пока палатки даже закрыты. Вот одна какая-то палаточка. Видимо, местная мусорка. Закрыта. А вот тут уже открыты палатки, вовсю работают и ждут приезда. Приезда вас. Вас, нас и их. Так. Тут что за здание? Давайте сейчас тоже с вами посмотрим. Такой очень и очень классный сквер, я вам скажу. Считывая, что было бы солнышко, было прям интересно и идеально. Здесь туристический проход. Улица эта называется... Вот сейчас всплывет название, сможете все посмотреть. Как что выглядит. И вот тут опять схема, да, можно всегда на любой улице, на любом входе сориентироваться, куда вам идти. Так, тут, значит, есть вывеска аттракционы, место для отдыха. Еще пока ничего не работает. Видите, пока все закрыто. И не факт, что будет работать 1-го мая. А мы как раз с вами уже подошли на парковку, вот за шлагбамом. Там есть небольшая парковка возле автосалона ГАЗ. Я там и оставил машину. Как из лайфхака, можете тут оставлять машину и гулять. Я чуть не забыл и чуть не уехал без клубники. В общем, взял 2,5 килограмма на пробу. 180 рублей за килограмм. Пойдемте помоем и попробуем. Сейчас мы все вместе с вами и заценим. Нам нужна вода. Нам нужна колубника. Настя бы сказала, это помыл. Так, еще и зуб. Главное, чтобы на зуб не попало. Она не вкусная. Она охренительная. Да. Я точно советую брать у этого мужика 100%. Ладно, я поеду к Настеньке, порадую ее. Он очень любит клубнику. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Поддерживайте выпуск лайком, пишите комментарии и делайте репост в свои социальные сети. Это очень помогает в продвижении канала и конкретно данного видеоролика. Сегодня без полетов, так как... Так как погода испортилась, пошел дождь, а запускать дрон в дождь – это смерть для дрона. Поэтому полетаем в следующем выпуске. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Я с вами прощаюсь. До завтра. Пока. Пока. Пока.